Парк Пайп Хьюис расположен в небольшом городе Эрдингтоне, пригороде Бирмингема, Англия. Мэри и Барбабе было всего 20 лет, темноволосые красивые девушки, они родились в один день. Если присмотреться, в их лицах можно даже найти общие черты, но это все догадки. Объединило их нечто другое смерть. У меня дырное предчувствие относительно следующей недели, сказала Мэри Эшфорд маме своей лучшей подруги Ханны. Это было в 1817 году, и как будто ничего плохого не должно было произойти. Мэри собиралась на танцы, она хотела отдохнуть и расслабиться. А в тот же день в 1974 году Барбара сказала своему коллеге, «Это будет несчастливый месяц для меня. Просто знаю это. Не спрашивай почему. Ни Мэри, ни Барбара не ошиблись». Мэри пошла на танцы в гостиницу Тайбернхаус вместе с подругой Ханной. Там же она познакомилась с молодым человеком Абрахамом Тарнтоном. Рано утром она зашла в дом матери Ханны, переоделась и отправилась уже на более приватную встречу с Тарнтоном. Позже Абрахам признавался, что у него действительно был секс с Мэри. Позже ее видели в 4 часа утра, она брела одна по деревенской улочке. Барбара Форест отправилась на танцы со своим парнем, ее вечер закончился раньше, последний раз ее видели на автобусной остановке в час ночи. Рано утром тело Мэри Эшфорд было найдено в затопленной песочнице. Причина смерти – удушение. До того, как убить девушку, преступник изнасиловал ее. Точно так же, как другой злоумышленник надругался над Барбарой Форест, которую он тоже задушил. Их тела располагались в 300 ярдах друг от друга. Подозреваемым в убийстве Мэри стал Абрахам Торнтон, с которым она провела ночь. Он признался, что был с ней незадолго до убийства, даже занимался сексом, но не убивал. Подозреваемым в убийстве Барбабы Форест оказался ее коллега, на чьих штанах обнаружили пятна крови. Его звали Майкл Ян Торнтон. Но у него было алиби, впрочем, как оказалось впоследствии, ложное. Для ареста обоих Торнтонов дело не дошло, доказательная база была слишком слабой для обвинения, улик не нашлось, и мужчин отпустили, виновных или нет, по сей день неизвестно. Любопытно, что даже на этом сходства не закончились. У обеих девушек нашлись сиблинги, которые оспорили решение суда и пытались заставить следователей продолжить расследование. В обоих случаях дело так и не раскрыли, а убийц так и не нашли. Фото ГТ-имиджес.